Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 762. Прочитайте, спешите, расставляя пропущенные знаки припинания. Какими пунктуационными правилами вы руководствовались, выделенным словам подберите синонимы. Над моим окном, под карнизом, свели гнездо проворные тресогуски. Гнездо, проверяем, гнезда. Точка, новое предложение. Неутомимо порхали они на своих легких крылышках вокруг гнезда. Запитая. Хлопотливо носили птички в клювах длинные конские волосинки. Запитая. Сухой мох, травинки, дергали из пазов бревенчатой стены мягкую паклю. Пархали. Вставляем букву О. Легких легок. Гнездо, гнезда. Хлопотливо хлопот. Носили, носит. Травинки, травка. Мягкую, мягок. Мы будем руководствоваться правилами о знаках припинания. В конце предложения и знаках припинания между однородными членами. Поэтому мы поставили вот здесь запятые, а вот здесь точку. Проворные. Проворные – это значит расторопные, резвые, стремительные. Слово неутомимо. Это значит активно, энергично, без устали. Выполним морфемный разбор слова «крылышко». Крылья – крыл, будет корень. Пышк – суффикс, ах – окончание. Крылашк – это будет основа. Бревенчатые стены – это прилагательное. Стены какой? Бревенчатый. Начальная форма – бревенчатый. Слово представлено в полной форме. Чего? Стены. Родительный падеж. Стена – единственное число. Она моя – женский род. Стены какой? Бревенчатый. Предложение является определением. У вас возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео. Продолжение следует...